Если Украину Россия уничтожает бомбами и ракетами, то Европу пытается задавить газовым шантажом. Кремль перестал притворяться, что торговля энергоресурсами для него это только бизнес. Москва открыто обещает Европе по-настоящему холодную зиму с минимальными поставками российского голубого топлива, а то и вообще полного прекращения поставок. Для этого российский монополист даже отснял пропагандистский ролик. Зима будет большая, вот взгляни-ка за рекой. Этим действием Кремль развенчал миф о надежности России как поставщика голубого топлива, которым так любит хвастаться Путин. Газпром всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. Но Кремль просчитался. Газовый шантаж не стал неожиданностью для стран Еврозоны. Там говорят, к экстремальному энергоблэкауту готовы, хотя и реально осознают, что трудности будут. Европейцы, надо дать должное, вот тут хорошо работает европейская административная система и экономическая. Они, в общем-то, уже почти подготовились к зиме, закачали необходимые объемы газа, перевыполнили причем планы по закачке газа в подземные хранилища. Но подземные хранилища, они являются, скажем так, инструментом страховки на случай чрезвычайных обстоятельств. Потому что все равно для текущего потребления придется покупать газ. А Путин сейчас, вот резким сокращением поставок газа на европейский рынок, он фактически взвинтил цены. Взвинтил цены по сравнению с прошлым годом в семь раз. А если сравнить, кстати, ситуацию прошлого года, тогда ведь похожа была история. Тогда тоже Россия начала резко сокращать поставки газа в Европу. Я думаю, это была своеобразная репетиция. И они взвинтили цены на газ. Тогда на пике в 10 раз цены поднялись по сравнению с низкими ценами весны прошлого года. И вот сейчас это уже попытка влиять на Европу в контексте войны против Украины. Сокращать поставки газа в Евросоюз Газпром начал еще летом, пытаясь сорвать подготовку к зиме. Сначала Россия объясняла сокращение ремонтом газотурбинных двигателей. Ведь их производит немецкая компания Siemens, но ремонтировать может только завод компании в Канаде. Сначала Кремль торговался за снятие санкций на оборудование. Запад пошел на этот шаг. Газпром мог легально забрать турбину в любой момент. Но он отказался. По такой же схеме Канада согласилась отремонтировать и доставить в РФ еще пять таких агрегатов, чтобы поддерживать работу Северного потока-1. В начале сентября Россия полностью перекрыла снабжение этим трубопроводом. Сначала было заявлено об установке перекачки на три дня. Но после окончания работ оказалось, что турбина вроде бы неисправна и не может работать. Газопровод перекрыли полностью на неопределенный срок. В компании Siemens полагают, что реальных технических причин для остановки прокачки газа на газопроводе не было. Европейский рынок лишили еще 33 миллионов кубометров газа в сутки. Объемов будет не хватать. Где-то 10% потребления газа Европе придется заместить, просто сократить и не потреблять, потому что они не могут быть замещены. Но на самом деле с начала года та же Германия уже сократила потребление газа на 15%. Поэтому ситуация неприятная. Это действительно может привести к какому-то дефициту газа в определенный период. Но это не означает, что в Европе будет какой-то коллапс, либо экономический, либо ЖКХ. В самом худшем сценарии России удастся вогнать экономику Европы в рецессии. Но это означает снижение ВВП на 1-2%. Но в рамках такого сценария цена на нефть упадет радикально, и это бумерангом еще сильнее ударит по России. Россия могла бы увеличить транспортировку по другим газопроводам. Но этого не сделала. Москва отказалась бронировать газопровод «Ярмал Европа». А мощности Украины используют всего на 40% от законтрактованного объема. Европа сумела преодолеть кризисную ситуацию по газу. И Россия себя поставила в глупейшую ситуацию, но сыграет это ключевую роль уже в следующем году. После окончания этого отопительного сезона. Может быть еще во время его. Просто в следующем году, когда Россия начнет предлагать свой газ, ей скажут, извините, но мы уже нашли других поставщиков. Да, у них может быть цена выше, чем вы нам дадите, но вы ненадежный поставщик. Я думаю, что многие страны в Европе, об этом уже прямым речью говорит Шольц, говорят, что после этого кризиса, который Россия раздувает, кстати, она не сейчас его начала раздувать, она начала ее раздувать в начале 2021 года. В прошлом году еще больше года, полтора года, по сути, она нагнетает газовую истерию в Европе и нагнетает, повышает цены. Вот после всего этого, мне кажется, вернуться назад России уже не вдастся. Цель России в газовом шантаже – добиться ослабления санкций и сертификацию «Северного потока-2». Лидеры ЕС говорят, что не пойдут на уступки. Более того, фракция свободной демократической партии Германии, которая входит в коалицию в Бундестаге, призывает вообще демонтировать и вторую ветку «Северного потока-2». Свободные демократы выступают за скорейшее прекращение всех закупок сырья и энергии из России и Беларуси, насколько это позволяет экономическая состоятельность Германии. Но Кремль не сдается. Он со всех сил мобилизирует своих так называемых «поклонников». Тактически Путин сейчас перехватил инициативу, давит на Европу. И вряд ли он добьется стратегических целей политических. Потому что в той же Германии, например, все ведущие политические силы имеют консенсус в поддержке Украины. Да, могут быть какие-то колебания в санкционном режиме или в газовом вопросе. Но в целом, я думаю, что свою позицию по отношению к Путину и России они кардинально не изменят. Самая главная потеря Путина ждет его впереди. То, что происходит сейчас и будет происходить зимой, оно неизбежно приведет к тому, что Европа откажется от покупок российского газа. 3 сентября в Праге десятки тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию, выступая против высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители. Премьер страны Петр Фиала заявил, что протест организовали пророссийские силы, близкие к экстремистским позициям, интересы которых противоречат интересам Чехии. Что важно, демонстрация прошла на следующий день после того, как правительство пережило вотум недоверия в парламенте. Оппозиция организовала голосование, обвинив власти в бездействии, в борьбе с инфляцией и ростом цен на энергоносители. Газа схватит, но придется немного экономить и придется заплатить больше. Да, это вызовет определенные недовольства, которые пробуют сейчас раздуть россияне. И это начинает понимать Европе, что это делается именно для того, чтобы дестабилизировать Европу. Если Фиала, скажем, прямо обвинил, премьер Чехии обвинил Россию в организации заказных акций, то его вице-премьер добавил, что на самом деле ведь мы проиграли в этом плане только из-за того, что у нас не было хорошей коммуникации. И мы весь прошлый год и этот год не рассказывали Чехам, что у нас проблемы, потому что Россия ведет энергетическую войну против всей Европы. То есть на самом деле там, где велась определенная коммуникация, была выстроена между правительством и населением о том, что делает Россия и почему возникают проблемы, там, я думаю, Россия не сможет повлиять на настроение населения. Газовый шантаж Кремля терпит крах. Страны ЕС досрочно заполнили свои газовые хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, на 3 сентября европейские хранилища заполнены на более чем 82%. Цель была 80% к 1 ноября. В Германии уже заполнены на 85,5%. ФРГ, которая зависит от поставок по северному потоку, скорее всего переживет зиму без кризиса, даже если не будет поставок российского газа. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что страна может использовать свои запасы газа и увеличить поставки из Норвегии или Голландии. Конечно, Европе будет сложно этой зимой без российского газа, говорят эксперты. Европы еще ждут серьезные испытания в ближайшие месяцы и, конечно же, в первую очередь зимой. Европейцы подготовились, но тут, знаете, как-то уже часто бывало вопрос, какая будет зима. Если зима будет очень суровая, да, она может подыграть Путину. И, конечно, тогда будут дополнительные экономические издержки, издержки энергетические для Европы. Это может негативно повлиять на внутриполитическую ситуацию в целом ряде европейских стран. С другой стороны, если все-таки зима будет не очень холодной, я думаю, что Европа пройдет эту зиму, в принципе, с минимальными издержками. Часть стран Европы связаны между собой трубопроводами и с внешними поставщиками. Германия, например, может импортировать газ из Великобритании. Лондон – крупный поставщик для континентальной Европы, поскольку ведет свою добычу в Северном море, имеет три крупнейших в Европе терминала сжиженного газа. Также Берлин импортирует газ с Дании, Нидерландов и Норвегии. Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в ЕС, обогнав Россию. Добыча в этом году, по прогнозу норвежского правительства, составит около 122 миллиардов кубометров. Хотя это меньше, чем Россия поставила Европе в прошлом году – 155 миллиардов. С газом проблема в том, что там нужно иметь готовую инфраструктуру. Ее на данный момент в Европе нет. И в ближайший год оно будет только строиться. Год-два. Таким образом, Европа на данный момент максимально увеличила поставки сжиженного газа, чтобы забить всю имеющую инфраструктуру, увеличила потребление норвежского газа и активизировала другие источники энергии, не газ. Речь идет о возобновлении угольной генерации, речь идет о том, что те же немцы отказались от закрытия атомных электростанций. В октябре должен заработать новый газопровод между Норвегией и Польшей, который сможет поставлять до 10 миллиардов кубометров в год. Это полностью заменяет объемы, которые Польша прежде получала от «Газпрома». В Варшаве, которая уже полностью закачала газ в хранилище, есть два интерконнектора с Германией, а в конце лета был открыт новый со Словакии. Длина трубопровода всего 166 километров. Но это никак не уменьшает его значение. Теперь по этому трубопроводу пойдет норвежский газ и СПГ из балтийских терминалов. Французы, которым «Газпром» прекратил поставлять газ якобы из-за проблем с оплатой в рублях, ведет переговоры о поставках солжира. Страну недавно посетил президент Эммануэль Макрон. Главным спасителем Европы в этом году стали Соединенные Штаты, которые значительно нарастили поставки сжиженного газа. В марте президент Джо Байден пообещал дополнительно экспортировать 15 миллиардов кубометров в этом году, но уже в первом полугодии Европа получила 39 миллиардов кубометров. При таких темпах экспорта США в этом году могут продать Европе на 45 миллиардов кубометров больше, чем в прошлом. Эта альтернатива требует сегодня создания новых терминалов. Эта альтернатива требует нескольких коннекторов, которые соединят, скажем, аужирскую систему с общеевропейской. Да, они сегодня идут, газ аужирский, вообще сахарский газ, идет на Италию и на Испанию. А вот с Испании дальше, с Каталонии на Францию, коннекта нет. И вот нужно его тоже соорудить. Там уже идут работы, там очень активно работают. И к следующему году российский газ окажется уже ненуженным, а цены упадут, ну если не до тех, которые были до 2021 года, то по крайней мере до уровня где-то в районе до тысячи они точно упадут, ниже те тысячи. И вот Россия проиграет, Европа тогда реально выиграет. Уже некому будет шантажировать Европу, уже появится реальная диверсификация и без российского газа, без его шантажа и без его угроз и все прочее. Аналитики отрасли говорят, газовый шантаж Москвы стран Евросоюза проваливается по всем статьям. Во-первых, европейцы начали экономить. Во-вторых, заполнять газохранилища европейцам помог даже Китай. В Поднебесной просела экономика и сокращается потребление энергии. Избыток сжиженного газа страна продает на спотовом рынке, который покупают европейцы. Ирония в том, что Россия, пытаясь наказать ЕС, переориентируется на китайский рынок и продает ему свой сжиженный газ со скидкой. А Китай выбрасывает избыток газа на рынок и тем самым помогает ЕС бороться с зависимостью от России. Но самое главное, тот газ, который направляется в Европу по трубопроводам, его в Китай невозможно направить. Просто даже чисто технологически. Так вот, после нынешнего шантажа Европа откажется от российского газа. И что тогда? Фактически, Путин рубит сук, на котором была построена газовая империя России. Газпром просто может стать банкротом в этом плане. Либо ему придется полностью переориентироваться, но все равно, потеряв львиную долю прибыли, переориентироваться, например, на Китай. Китай и так покупает по заниженным ценам российский газ, но ему столько российского газа и не нужно. И переориентировать месторождение в Западной Сибири на Китае даже технически невозможно. Однако перекрывать поставки газа в ЕС невыгодно и Газпрому, ведь тогда он потеряет большие объемы валюты. В 2021 году Россия экспортировала около 200 миллиардов кубометров газа, из которых более 70% приходится на страны Евросоюза. По данным Международного энергетического агентства, с марта по июля российский монополист снизил суточные поставки газа в ЕС на 75%. Пока что из-за высоких цен на газ его доходы снизились некритично, но уже начинают быть ощутимыми. Газовый шантаж провальный, потому что он не приводит к результату, к отмену санкций. Даже те протесты, которые Кремль будет организовывать, они все равно не приведут к протестам, эти протесты не приведут к отмене санкций. Поэтому, используя газовый шантаж, Россия теряет доходы. И мы уже видим значительное падение от нефтегазовых доходов российского бюджета. Россия сжигает просто эти деньги или останавливает добычу на ряде скважин. Россия получает меньше денег, Россия теряет рынок Европы навсегда. При этом не получает ничего, кроме морального удовлетворения от того, что в Европе могут быть определенные сложности. Но это моральное удовлетворение, опять же, может привести огромные экономические потери. Если удастся запустить рецессию в Европе, это приведет к балу цен на нефть. Тем временем «Газпром» и сменщик Путина на посту президента РФ Дмитрий Медведев постоянно пугают европейцев за облачными прогнозами цен на газ. Но пик паники на рынке уже прошел. Цены начали снижаться. Когда Медведев написал про 5000, и когда Россия начала закрывать северный поток один полностью, цена на газ была 3500. Сегодня она 2400. Поэтому цена уже радикально снизилась, просто потому что она достигла таких космических высот, где очень много спекуляций. О реальной стоимости газа говорить не приходится на таких уровнях. Поэтому сантаж уже перестал работать, цена уже радикально снижена. Чтобы впредь избежать ценовых безумств, Евросоюз задумал ограничить цену российского газа. Еврокомиссия подготовила план по ограничению оптовых цен на газ. Странам-членам ЕС предлагается две возможности это сделать. Установить потолок цены на газ, импортируемый из России. Ввести систему ценовых ограничений, которая будет меняться от страны к стране в зависимости от их энергобаланса. Между тем, сибирские месторождения газа продолжают работать. Не поступающий в ЕС газ нужно куда-то девать. Все хранилища в России заполнены, поэтому «Газпром» просто сжигает ресурс. Факел горит на заводе «Газпрома» по производству жиженного природного газа «Портовая». Там ежедневно уничтожается более 4 миллионов кубометров газа. Его стоимость достигает 10 миллионов долларов в день, или около 300 миллионов долларов в месяц. Эта сумма равна среднемесячному бюджету крупного российского региона, такого как, например, Пермский край или оккупированный Крым. Но Кремлю наплевать. Ему важно геополитическое безумие. Он воюет со всем миром и проигрывает. Российская армия проигрывает на поле боя в Украине. А газовый шантаж приносит полностью противоположный результат. Субтитры создавал DimaTorzok